Очередной черный вторник случился на этой неделе. 15 августа доллар стоил 101 рубль и это впервые после начала СВО, когда доллар превысил 100-рублевую границу. К сегодняшнему дню национальная валюта немного отыграла до отметки 96. Такой сценарий был предсказуем, говорят эксперты. За полтора года экспорт сократился, импорт налажен, а рассчитываться за него нужно иностранной валютой. Предложение валюты на рынке сокращалось, а спрос на нее начал расти, потому что восстановились цепочки, мы начали покупать какие-то товары по параллельному импорту, предприятия восстанавливали цепочки с другими через посредников. Спрос рос, предложение падало, началась девальвация, то есть постепенно рост курса доллара по отношению к рублю происходил на рынке за счет дисбаланса. В ответ Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов, это отразится на всем. В первую очередь сейчас переживают все, кто уже оформляет ипотеку или планирует ее брать. Ставка немолниеносно поднимается на ипотеку после объявления, что повышается ставка Центробанка. Есть время на завершение тех заявок, которые были поданы на ипотеку и на покупку тех квартир, которые планировались. На сегодняшний день есть понимание, что еще в ближайшие пару дней мы можем одобрить клиента по существующим актуальным ставкам, а уже через какое-то время будет повышение. Будет оно недолгим, уверена Марина и объясняет, что за счет рефинансирования жители смогут уменьшить сумму кредита. Экономист считает, что это приведет к снижению покупательской способности, но стоимость квартир снизится вряд ли, максимум перестанет расти. Ощутимыми станут ценники на ряд товаров с более коротким жизненным циклом, продукты могут подорожать на 8-10%. И это не все. Бензин, нефть, но у нас существуют инструменты сглаживания, то есть сейчас повышается объем предложения на внутреннем рынке на топливо для того, чтобы сдержать рост бензина. Ну а как любой транспорт, он переложится тоже в товар в цену, но позже. Импорт, бытовая техника, все, что мы покупаем из-за границы, не производим здесь компьютеры, телефоны. Это быстрее всего будет дорожать. А сфера туризма пребывала в шоке пару дней. Сейчас привыкает к новым условиям. Пару недель назад рассматривали отдых в Паттайе с вылетом из Барнаула. Стоимость путевки была порядка 183 тысяч рублей на двоих. Буквально после резкого скачка туристы позвонили, уточнили, насколько изменилась стоимость путевки. И мы с удивлением обнаружили, что цена уменьшилась до 170 тысяч. По мнению Натальи, россияне уже привыкли к постоянным изменениям. Отдых стал дороже, летят за ним в Азию, а не Европу, открывая новые направления типа Ирана и Бахрейна. Привычка времени оплачивать путевку сразу, зафиксировав курс и не ждать лучших времен. В ближайшее время, считают эксперты, рубль резко не окрепнет, ведь для этого нужен большой комплекс решений. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком.